Доброе утро. Доброе утро, друзья. Наверняка те, кто увлекается театром, знают, что 22 апреля в городе Москва вручали главную российскую театральную премию «Золотая маска». Было такое. Да. Мы от всей души поздравляем нас. Это я должен сказать. Ну, скажи давай. Мы от всей души поздравляем театр музыкальной комедии режиссера Дмитрия Беглова и дирижера... Белова, Белова. Аж опечаточка. Дмитрия Белова. Благодарю, коллега. Дмитрия Белова и дирижера Дмитрия Волосникова за работу над опереттой «Сильва». Да, вот они получили в номинациях «Лучший дирижер» и «Лучший режиссер». Но, друзья, премию получать всегда приятно, но работа не стоит на месте. Совсем скоро в театре музыкальной комедии состоится премьера оперетты Франца фон Зуппе под названием «Бокаччо». И у нас в гостях моя коллега, лауреат премии «Золотая маска», кстати, лауреат международных конкурсов Настя Ермолаевна. Настя, привет. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну, давай расскажем, что премьера у нас уже 4 дня. 4 дня. Всего 4 дня. Да, ну, друзья, на самом деле, сейчас работа ведется сумасшедшая. Кипит. Кипит. Настя исполняет центральную роль в этом спектакле, а Настя исправляет флорентийскую деву под именем Феметто. Это все верно, да? Все верно. Да. В действительности. Я знаю, что Александр тоже принимает участие. Он исполняет роль композитора. Ты представляешь? Зуба. Того самого фону Зуба. Да. Ты представляешь? Ну, вот на самом деле, если... Вот спроси, о чем спектакль? Это как, вы знаете, понаите у меня вот это желание спросить. Настя, спроси, а потом мне свою верить. О чем спектакль? Спектакль о Джованни Бокачи, об исторической персоне. И эта историческая персона становится персонажем... Пьесы, которые пишут Зубы, оперы. Да, своего же произведения, в принципе, невольным становится персонажем. И в конце, проходя различные перипетии, он бунтует, и это приводит просто к необычному финалу. Да, ну тут на самом деле, вот я могу сказать, что мне кажется, что это, во-первых, не оперетта. Согласишься со мной, Настя? Ну да, если брать музыку, то это опера. Это опера. По музыке это опера. По музыке это опера. Да, и там столько линий. Мы изначально, вот я долго копался, думал, что тут происходит. А там, на самом деле, столько интересных линий. Я думаю, что зрителю, во-первых, это будет интересно. И что, я думаю, что они не единожды придут на этот спектакль, они будут его пересматривать. Там и позитив, и какие-то скандалы, и любовь. И в то же время мы заставляем зрителя задуматься, там ставятся очень серьезные вопросы. Ну и она, мне кажется, очень актуальна, да? Да, актуальна. Согласись со мной, Настя. Потому что, но Бокаччо написал свой знаменитый Декамерон как раз во время карантина. Чумы. Чумы, да. Потому что многие итальянцы, флорентийцы, они бежали из больших городов на виллы. Тут, собственно, как делали многие мы, да? Когда вот застала нас вот эта заразушка. В 20 году, да. Да, вот эта заразушка. И вот, мне кажется, созвучно. А сейчас произошло то же самое. Драматург Константин Рубинский, режиссер Филипп Розенков. Да, кстати, молодой. В 20 году, во время пандемии, начали создавать эту новую историю. Заново, заново создавать эту историю. То есть это настолько повторяет. И мне отдельно хочется сказать огромное спасибо и тем людям, которые создавали костюмы, художнице Алине Варнаве. Потому что вот она действительно нашла не синтетику, которая сейчас вот у нас. А в то время ведь не было синтетических волокон. Это натуральные ткани, они многослойные, они очень сложные. На моем костюме невероятная какая-то красоты кружева. Да, ну, а и мне очень нравится цвет, цвет спектакля. Саша, а маньте, это твоя какая красивая, расскажи. Когда я облачаюсь, ну, там по, не буду рассказывать, ладно. И там есть одна роль, которая, я король. И там мантия, которая весит, ну, я... 12. Ну, нет. 12. Ну, ладно. Настя скажет 12, я скажу, что нам чуть меньше, конечно, весит. Но по ощущениям. Саша, наши мастерицы, они вышли вот эти золотые лилии, которые, знаешь, бывают на королевских мантиях. Это просто неимоверная какая-то красота. Я надеюсь, что сможем ее примерить. Знаешь, мне только из-за нее, вот из-за разговоров о манте уже захотелось прийти на культуру. Да. Ну, вот смотрите, еще нужно сказать огромное спасибо декорации, которые создал Настя Эрнс. Эрнс Гейдебрехт. Гейдебрехт. Он сейчас живет в Германии в последнее время, но это, так сказать, его возвращение на Урал. В 80-е годы 20 века он стал известен на всю страну как художник оперного нашего театра. Интересно, первая его работа – это наша свердловская музыкомедия. И это возвращение сейчас опять к истокам. Понимаешь, да, вот как бы сейчас ведь весь мир как бы проживает возрождение, да, такое? И мы. Да, и наш театр тоже. Возрождение. Пусть на 75%, но это все-таки возвращение к жизни. Еще хочется сказать про эти декорации. Это такая солнечная Флоренция. Вы знаете, тут… Боже, боже! Все, все-таки доставили ее, Сашка. Ну, сколько килограммов? Ну, тут, ну, 12 точно есть, Саш. Так, давай. Хочешь, примерь короля? Очень аккуратно. На тебя, естественно. Подождите. Друзья, оп. Так. И. Высота. Опа! Подожди, поправим. Подожди, то я застегну. Вот теперь ты настоящий король. Наконец-то ты в домашнем, Саш. Да. Подожди. Вот так, науше. Лишние вот эти все. Ну, а теперь позови. Так. Опа! А? А? Красота. Саш, ярче только ты и вот Филипп Бедросович. Все. Ну, да. Говорите, челечки. Великолепно. В общем, дорогие друзья, приходите, потому что, я думаю, что такое пропускать просто нельзя ни в коем случае. Итак, 29 и 30 апреля. Да, в Театре музыкальной комедии. Комедии премьера спектакля «Бокаччо». Мы забыли сказать, что замечательный оркестр звучит и Борис Григорьевич Надельман, главный дирижер нашего театра «За пультом». И он говорит, что это опера. Это опера. Это очень сложно. Музыка. Это очень сложно. Это прямо-таки вызов нашей труппе. Да. Но мы с ним справимся. Филипп Розенков, молодой, талантливый режиссер, который тоже обладатель премии «Золотая маска», как и Настя Ермолаевна, которая сегодня у нас в гостях. Настя, спасибо, что пришла. Спасибо. Огромное спасибо. Ну, все, встретимся на репетиции на утреннем прогоне. Просто хотелось побыть поближе к королю. Угу.